Здравствуйте, друзья! В эфире «Игра слов», программа, которая наглядно показывает, что хоккей умеет удивлять. С вами Евгения Головина, Владимир Гучик и Артём Батрак. Весь топовый околохоккейный контент минувшей недели в ближайшие минуты. Начинаем! Нас очень радует тот факт, что постоянных соавторов нашей передачи становится все больше. Вы же помните, что ваше видео появится в нашем эфире, если его отправить в соцсети с хэштегом «КХЛ говорит». Вот поэт, а по совместительству сотрудник нефтехим-арены дядя Вова все прекрасно помнит очередное его творение. Тост за любовь. Я пью за то, чтобы не предали любимые любимых никогда. И чтобы любовь свою не разменяли на деньги, золото, меха. А если все же мишура дороже, тогда увольте. Я за вас не пью. Я пью за то, что сердце всех дороже. За искреннее, чистое люблю. Так выпьем за любовь. Известный актер Данила Козловский выложил у себя на странице в Инстаграме видео в поддержку омского авангарда с подписью «До слез». Только это уже не кино, а жизнь. Как я поняла из комментариев, это отрывок из фильма «Тренер», режиссером и исполнителем главной роли которого является Козловский. Но я лично фильм не смотрела. Ястребы в ответ пригласили актера посетить домашние матчи. Видео посмотрело более двухсот тысяч пользователей, что намного больше, чем в среднем на страницу актера. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега, берегу слов, миликот, милитрук, мой прощай. Кстати, Козловский далеко не единственный звездный болельщик. В разное время на трибунах были замечены Гарик Харламов, Кристина Асмус, Сергей Светлаков, Тимати и, конечно, наша любимая Ольга Бузова. А вот о том, что великий путешественник Федор Конюхов тоже является фанатом хоккея, известно не всем. Причем Федор – болельщик с большим стажем. Вот что он сказал в Инстаграме хоккейного клуба «Трактор». Цитирую. «Я болею за «Трактор» с 89-го года, переживаю за команду, и когда бываю в Челябинске, обязательно прихожу на игры». Болельщикам «Трактора» быть, внимание, почетно. Я желаю вам достичь успехов и каждому взойти на свой духовный Эверест. Что бы это ни значило, дорогие друзья. Случай, который произошел в Казани, войдет в историю как кошмарный сон перфекциониста. Каких-то жалких сантиметров не хватило болельщику, чтобы сорвать солидный куш в 1 миллион рублей. Ах, не повезло. Я думаю, что после такого кошмарные сны будут не только у перфекционистов, но и у самого болельщика. А ведь счастье было так близко. И я, честно говоря, прямо из-за этого болельщика переживаю как будто за самого себя. Давайте не будем о грустном. На этой неделе произошло немало и радостных событий. Например, экскурс по городу-профессии для детей из реабилитационных центров и детских домов провели игроки ЦСКА, олимпийские чемпионы Иван Телегин, Кирилл Капризов, Никита Нестеров и Сергей Андронов. В игровой форме армейцы помогли детям попробовать себя в разных профессиях. Все вместе они посетили несколько десятков экспозиций парка, среди которых почта, пожарная станция, тренировочная база для спецагентов и радиостанция. Такой проект призван помочь детям, в первую очередь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, определиться с выбором профессии в будущем. По мне, так очень классный проект. Громкая история с интервью. Канадцы Тедди Персела и американцы Райана Уитни получила новое продолжение. Нелицеприятные высказывания о времяпрепровождении в России породили не только новую волну негодования, но и обилие мемов. Большая часть веселых картинок по понятным причинам поступила из стана омского авангарда. Отличную идею мемов подхватил и нефтехимик. Кстати, эта история коснулась и прекрасную часть нашего трио. Каким образом, расскажет сама Женя. Все началось с того, что я прокомментировала высказывание Райана Уитни о красоте русских девушек. По его мнению, они либо безумно красивые, либо, цитирую, чернобыльский урод с тремя глазами. Среднего не дано. На что некий молодой человек решил мне ответить и оставил комментарий под моей фотографией, что, мол, американцы правы? Никакая. И раз уж я ведущая программы, рассказывающая о социальных сетях, я решила выставить этот, так сказать, диалог на всеобщее обозрение. Так вот, дорогие зрители, ответьте мне, пожалуйста, что может подтолкнуть здорового молодого человека в расцвете сил писать всякие гадости в социальных сетях милой девушке? А теперь о хороших хоккеистах и болельщиках. Игроки Бориса Даррен Диц, Никита Михайлес и Алихан Асетов побывали в гостях у студентов Евразийского национального университета. Игроки ответили на всевозможные вопросы, сфотографировались и раздали автографы. Кроме этого, Дарну Дицу студенты экономического факультета подарили национальный головной убор Такию. Нам это больше известно как тюбетейка. А вот Иван Телегин, нападающий ЦСКА, остался под глубоким впечатлением от новинки кинопроката фильма «Богемская рапсодия». В инстаграме Иван выложил видео, как он со своей женой Пелагеей зажигает под песню «Куин». Далее еще пара забавных тем с хэштегом «КХЛ говорит». Например, заезженная фраза «Спорт для домохозяек» очень сильно не понравилась одной из наших болельщиц. А поскольку эта фраза прозвучала в программе «Судейская», то отвечать на нее будет Владимир Гучик. Слово «зрители» для нас закон, так что будем исправляться. Ну а вот и еще один интересный пост, касается он тоже стереотипов. Оказывается, в России медведи ходят не только по улицам, но временами заглядывают и на хоккей. А вот еще одна крутейшая тема с хэштегом «КХЛ говорит». Гонки на скорость по льду, на коньках и в обуви. Как думаете, кто победит? Вот так вот победа достала человеку в модных туфлях, но это не главное. Главное здесь это тот, кто победил в итоге. А ведь это тренер по физической подготовке хоккейного клуба «Витязь», а в прошлом известный бобслист, между прочим, серебряный призер Олимпиады Алексей Селиверстов. И обувь-то у него не простая, а специальная. Именно такой разгоняют боб по льду с желоба. Так что со сцеплением там все в порядке. А я, кстати, вспомнил еще одно забавное старое видео с участием Сергея Федорова. Вы помните? Да какое вам? Артем тогда еще пешком под стол ходил, но о Женечке. Женечка еще и не родилась, ведь ей сейчас только 18. В общем, давайте смотреть. Если тогда это была просто смешная реклама, то сейчас все серьезно. А знаете что? Давайте просто позвоним самому герою и зададим ему несколько вопросов. Алексей, здравствуйте! Это программа «Игра слов». Мы по поводу вашего видео с хэштегом «КХЛ говорит». Скажите, пожалуйста, как вы, бобслист, оказались в хоккее? В хоккей меня пригласил Чижов Василий Анатольевич. И получается, я параллельно готовился к Олимпийскому игру в Ванкувере, к своим четвертым Олимпийским играм. И параллельно занимался с ребятами. И уже в августе стал реальный вопрос, или хоккей, или бобслей. Ну вот уже, как кажется, в течение 10 лет я уже в хоккее. Но я скажу, что все-таки там лед, там лед, зима, зима. И эмоции, которые получают гисты, и спортсмены вообще на соревнованиях, конечно, это дорогого стоит. Поэтому я очень с большим удовольствием работаю в хоккее. Алексей, а как вам вообще в голову пришла вот такая идея о таких забегах с вашими подопечными? Идея возникла еще раньше. У меня после Олимпийских игр в Ванкувере, в Турине, когда мы стали вторые, было предложение прибежать на перегонки с машиной. Ну, из-за того, что машина все импортная и быстрая, был вариант выбрать машину нашу, отечественного производителя. Но чтобы было все по-честному, я должен был приехать на парковку и вот так пальцем просто кнуть на любую машину, которая мне понравится. И я должен был с ней бежать 30 метров, кто быстрее, машина и человек. Ну, получилось так, что не получилось, короче. Все было организовано, я тренировался, готовился. Ну, в итоге соревнования не состоялись. Поэтому вот здесь соревнования коньки против шиповок, я думаю, что состоятся. Алексей, а с кем вы уже успели посоревноваться и с кем только хотите попробовать? Был такой спор просто интересный, кто прибежит быстрее, хоккеист на коньках от Красной Лицевой или я в шиповках. И поэтому я попробовал пробежать с нашим хоккеистом, с Саней Шевченко. Вот мы с ним пробежали. Я думаю, что у Саней Шанса неплохие у меня, поэтому мне было бы интересно. И я, можно сказать так, бросаю вызов самому быстрому хоккеисту КХЛ, кто выигрывает в этой номинации на матче звезд. А вот это уже серьезно. Что ж, спасибо, Алексей. Будем с нетерпением ждать с матча звезд и вашего выступления. Ну, а нам пора заканчивать. Так, подождите, у меня есть еще что сказать. И я вас, ребята, поздравляю. И не только я, ведь на прошедшей неделе был Всемирный День Телевидения. Дорогие друзья, все, кто причастен, поздравляю со Всемирным Днем Телевидения. Желаю вам только хороших новостей, высоких рейтингов, интересных программ и всего самого. С праздником вас! Хоккейный клуб «Трактор» вспомнил про нас, работников телевидения, и в лице капитана Александра Шинина поздравил с профессиональным праздником. А вот на этом точно все. Это была программа «Игра слов». До встречи на следующей неделе. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok